Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, Ирина, что ваша основная глобальная проблема заключается в том, что вы не завершили до конца свои отношения с мужем. Я думаю так, потому что иначе вам было бы не обидно, что он так говорит, и иначе вам было бы крайне легко понять, почему муж бывший так поступал. Ага, вы бы очень легко увидели изначально негативную расположенность его бывшего мужа к вам и к вашему сожителю, к государственному мужу. Но вам обидно. И здесь, очевидно, есть некий, все-таки ваш собственный конфликт. Может быть это страх перед мужем, бывшим, может быть что-то еще, не знаю, честно скажу, честно не знаю, не знаю. Но что-то такое есть. И на мой взгляд, проблему нужно решать, начиная с исследования ваших обид на бывшего мужа. Неуверенность, не совсем корректная позиция, как сказал мой коллега по отношению к ребенку. Некая неопределенность в отношении вашего текущего мужчины. Потому что гражданский муж, это не муж, это сожитель. И тут точно есть свои тонкости, да. Все это вместе и создает ситуацию, при которой есть такая сложность. Опять же, ваш муж обвиняет вас, определяет претензии и даже украшает, потому что знает и понимает, что он так может. А вот почему он думает, что так может? Большой вопрос. На который я хотел бы, чтобы вы вместе со специалистом поискали ответ. Это очень важно. Это очень важно для вас, это очень важно для вашего ребенка. Это очень важно для ваших возможно будущих отношений, которые вы будете строить. Со своим текущим мужчиной, либо другим. Кроме того, если ваш бывший муж ушел в другую семью, то вероятно, в том браке вы совершили ряд действий, приведших вас к такому результату, к такому эффекту. И с этим тоже необходимо разобраться. Вот то, что я могу вам сказать. Цель. Объяснить, что либо мужу невозможно вам назначить композицию по отношению к ребенку. И поработать с уверенностью в себе. На этом все, Ирина. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.